Друг, а перед тем как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали 2000 лайков. Давайте побьем этот рекорд, и если вы хотите, чтобы ваш учебный год закончился максимально отлично, чтобы у вас были самые лучшие оценки, то поставь лайк, и у тебя будет самый лучший выпускной и самое лучшее лето. Просто поставь лайк ради лета. На каком движке Тойота Супра смотрится лучше? Это комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, сегодня я буду сравнивать различную, собственно говоря, физику и графику Тойота Супры. То есть сегодня мы сравним эту тачку только на разных движках. Как она смотрится на одном движке и как на другом. Во-первых, хочу отметить, что на движке симулятора автомобиля 2 машина смотрится отлично. Но есть некоторые нюансы, так как с ее физикой, как видите, есть коллизии. То есть, во-первых, очень мятый кузов. Как можете реально посмотреть, если вот мы будем обращать внимание на то, как падает свет на тачку, то мы можем обратить внимание, какая неровная и гнутая линия у автомобиля. Это просто жесть. Как будто тачку реально мяли, хотя объехал без каких-либо аварий и все было в порядке. Но она вся мятая-перемятая. Как такое может быть? Ну, не знаю, на самом деле. Это, конечно, минус. Но плюс, конечно, в том, что у нас добавился режим дрифта, и мы на ней можем смело дрифтить, просто нажав на одну кнопочку. И, то есть, не нужно быть каким-то дрифтменом. Ты можешь это делать и так просто волшебным способом. Как будто всю дорогу облили маслом. Это, на самом деле, круто. Я хочу дать 5 баллов из 10, но мне кажется, в следующей игре эта супра будет круче. И мы много об этом уже думали, с подписчиками обсуждали у меня в Телеграм-канале, что именно в этой игре она лучше. Давайте посмотрим на эту игру. Ну, а теперь давайте посмотрим, как она смотрится на этом движке. Та же самая тачка Toyota Supra, только на другом движке в стиле GTA и намного круче. Если что, игра называется Hustle of Mile. И ссылочку я оставлю на нее в описании. Идет как на Android, так же на iPhone. И давайте проверим, собственно говоря. Я только что купил эту Toyota Supra замечательную для того, чтобы сравнить то, как они выглядят в различных играх и на других движках. Как по мне, сама игра намного красивее и смотрится реалистичнее. Потому что в ней есть вот такие вот магазины, которые ничего вам не напоминают. Вот посмотрите впереди. Это действительно, ребята, игра-копия твоего города. Я уверен, что каждый из вас, ну хотя бы каждый второй, хотел хотя бы один раз в жизни поиграть в игру с твоим городом, с твоей картой. И, ребята, эта игра именно про это. Потому что тут многие места будут прям похожи на твой город. Тут есть портмастеры, магниты, макдональдсы, вот такие вот торговые центры. Ну, все такое вот прям похоже. И я уверен, тебе это понравится. Поэтому ссылочка на игру в описании. Она абсолютно бесплатная, есть в плеймаркете, так что найдете. Хотите, напишите Hustle Mobile прям в плеймаркете или в App Store и найдете. Либо по ссылочке в описании вообще разницы нет. Хочу сразу же подметить, что Toyota Supra в этой игре смотрится намного интереснее и по-другому за счет того, что она идет без спойлера. На самом деле, как-то непривычно, на самом деле, видеть вот такую вот Supra, просто легенду японского дрифта без заднего спойлера. Это как-то непонятно, но зато у нас есть ветродувы боковые. То есть, вот такие вот элементы тюнинга, вообще кузова, у нас есть за дверьми. Где вот дверь кончается, там вот есть небольшие отверстия для сбора, я так понимаю, ветродува. Так, тут у нас, как видите, даже вот так вот стройка идет, вот такие вот у нас места есть интересные в игре, где у нас действительно прям прикольный и четко. Игра действительно интересная и большая. Так, ну, помимо, конечно, всего, что у нас тут вот такая вот красивая локация есть спрятанная, конечно же, нас интересует, какая скорость у данного автомобиля. Давайте посмотрим. Я прямо сейчас постараюсь разогнать его на максимум. Но так как у нас тут есть затяжной поворот, мы будем дергать ручник. Ой, как она красиво заходит, ребята. Это все физика. Кстати, ее недавно разработчики как раз-таки подтянули и сделали намного лучше. Ай да молодцы, прям четненько. Опа, у нас что-то там велосипед полетел где-то. И пробуем вот так вот лететь. Смотрим, что у нас из этого получится. Разгоняем ее до 170 километров в час. И, в принципе-то, даже 190 сейчас дадим. И бачком, бачком, опа, опа, опа. Ай да красота, ай да красота. Вот это я дернул ручничка и поехал по красоте. Клево, клево, клево. То есть 200 практически я смог разогнать. Да, не супер прям быстро, но все же дает прям прикольный, максимально интересный результат. Кстати, сейчас мы с вами подъедем вот сюда вот к данному месту, к заправке. Потому что у нас сейчас идет задание в весеннем пропуске. Кто не знает, у нас в игре есть такая вот штука. Надо написать слэш меню. И после чего вы увидите вот так весенний пропуск. И тут нажимаете на него и увидите, что вам может игра подарить вот такие вот скины и различные. А самый главный приз это вот такая вот у вас буханка. Но, чтобы ее получить, нужно выполнять задания различные. И вот сегодня задание есть заправить тачку на 200 литров. Окей, то есть в принципе мы его сейчас можем попробовать выполнить. 200 литров, конечно, я сразу же не вмещу в нее. Но давайте по максимуму сколько у нас получится. 95 подходит нам, да? Тогда берем и заливаем на максимум. Окей, 32 литра мы заправляем. И нам еще получается, чтобы закончить задание, то нам нужно еще заправить будет 172 литра, да? А, то есть, блин, а что это? Стоп, на этой заправке нету бенза? Серьезно, вообще что ли нету? Даже 15 литров что ли? Да. Прикиньте, ребят, серьезно, даже 15 литров нету на заправке. Как-то, блин, обидно чуть-чуть стало. Потому что я думал, что я заправлю сейчас. Эээ, так не делается. Ну то есть, блин. Конечно же, хотелось повыполнять задание, чтобы получить у вас буханку. Но, как видите, что, бензина нету. Поедем на какую-нибудь другую заправку. Поэтому, ребят, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в Хасл Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой Андроид или Айфон, телефон. Нет, разница, что у тебя. Андроид, смартфон, Айпад, планшет или, не знаю, Айпод. Вот, просто переходи по ссылочке в описании, скачивай абсолютно бесплатную Хасл Онлайн. И заходи играть вместе со мной на 14 сервак. Потому что игра абсолютно бесплатная, в ней нет никакой либо рекламы. И она максимально четкая. Потому что я играю в нее каждый день. И вот ради вас сделаю такие вот клевые и интересные ролики. Кстати, сейчас мы будем уже разгонять Супру до 200 км в час. Я уверен, что у нас это получится. Я верю. И Супру дает 200-208 км в час. И мы это продолжаем движение. Но я думаю, что максимум будет еще больше. То есть я думаю, что 210 мы сможем дать на ней. Ну-ка, да, уже 215, 217, 219. И давай, 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 супра, супра, супра. Ё-моё. Просто вот тут дорога такая, что приходится поворачивать. И скоро избавляется. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой, как газель летела на нас. Пробуем, разгоняем еще сильнее. И получается 220 максимум. Мы просто тапочку положили. И на-айс, отлично, можем дернуть ручничка. И покажу вам лайфхак, как купить такую же Супру. Вот прямо сейчас. Когда вы зашли в игру, вам нужно в чатике написать слэш меню. После чего вы спускаетесь тут вниз. И находите вкладку активировать код. Находите ее, нажимаете. И вот тут, появився окне, укажите промокод, нажимаете сюда. И тут пишем три буквы Т, О и П. Три буквы, пишем ТОП. И нажимаем на активировать код. И все, вводим это и получаем изи денежку. Поэтому, ребята, обязательно так и делайте. Кодовое слово в этом ролике. Пускай будет СУПРОТОП. Все, кто напишет слово СУПРОТОП, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч.